Вопрос 348. На тему Святой Библии, книга открытым оком. Когда Исаия вызвался на дело Божие, он сказал, куда мне с нечистыми устами? Что это значит, нечистые уста? Отвечает Игнатий Лапкин. Нужно точнее цитировать места Библии. Это написано у пророка Исаии, 6 глава, с 5 по 8 стих. Цитирую. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Самоофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя. И грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Христос сказал про уста, чем они оскверняются, делаются нечистыми. Матфея, 12 глава, 37 стих. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Матфея, 15 глава, 11 и 18 стих. Не то, что входит в уста, оскверняют человека, но то, что выходит из уст, оскверняют человека, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняют человека. Есть толкование, что клещи – это ложечка при причащении, а уголь – само причастие. Смысл такой. Надо приносить Богу раскаяние, жить по заповедям Его, хранить себя, не грешить, и чтобы ничто нечисто не только в уста не входило, но из уст не выходило. Иезекиилия, 4 глава, 14 стих. Тогда сказал я, о Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвичины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. Матфея, 12 глава, 36 стих. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Осуждающий другого наполняет уста своим навозом. Уста курящего демонской кадильницы, говорит Иоанн Кронштадтский. Освящение уст идет через молитву за врагов и за прославление Господа. Это как фимиам, жертвы вечерние. Проповедь освящает уста.